Девушки отдыхают Что-то тут у меня такое-то И что там Это Камера здесь была Вот она, вот, вот, вот Лежит рядышком Я звоню Что там видно, слышно меня, нормально? Нормально все, слышно и видно Да не надо ничего, не снимайте Я там Ну ладно, не снимайте, сказал все Значит у меня вопрос сразу Как у вас там закончилась съемка-то? Хоть маленько-то расскажи Да ничего, нормально, Игнатьевич Оно не закончилось Фильм будет сниматься 3 месяца Там будет Очень много сюжетов Понятно Там будет, понимаете, как там Будут актеры играть Мою роль, допустим, как я прыгнул в воду Как меня откачивали Но в большей степени фильм Будет обо мне Ну, как бы, как пример Тому, как надо Переживать вот эти все Болезни В общем Потому что я говорил Вот с врачом Нейрохирургом У нас даже с главным Они вот находятся Даже в таком состоянии Что он вот сам Этот, но он уже в возрасте Он вашего где-то возраста Доктором, профессор Вот И он говорит, что я Создавал в свое время Ребилитационные центры И что они только не делали Понимаете, как И Это все не помогает Это людям не дает Ни утешения Никакого Они правильно Они начинают Там у них Есть какая-то, знаете Вера в то, что они встанут Там, понимаете Вот Они начинают И гантели там тягать Вот Ну, 3-5 лет позанимаются И бросают Видят, что нет никаких перспектив Вот И нету Как говорится Продвижений И в телесных Вот этих продвижений И духовно А духовно Только падение Нравственность Вот это падает Вот И как бы Ребилитационные центры В этом состоянии Они совершенно Как говорится Ни поддержки Никакой не оказывают Вот А наоборот Может быть даже рушат В человеке Последние какие-то надежды Вот И людям, понимаете Опять же Сколько самоубийц Вот на этой почве У людей Руки там У кого Если работают Немного Они всячески пытаются Кто вешается Кто вены режет Кто что там С собой делает Кто таблетки там Глотает Горстями Ну вот И видите Вот И таких фильмов Еще не было Чтобы научить Как вы говорите Я вот правильно Я сразу услышал Вот это Научить человека Болеть и умирать Это вот Очень важные слова Это прямо вот Слова Я даже не знаю Я может быть Как-то их Ставлю Ну даже в фильме Они должны будут Прозвучать Важность Озвучить важность Вот этих слов Вот так вот Да Ну вот они Допустим Когда пытаются Кого-то реабилитировать Иногда бывает Что человеку Улучшение Так а один Насколько И они о нем говорят А остальные За кадром Что они Вот лежит Вот сейчас Полотенце Вот так вот Сделать Полотенце За койку завязан Парализованный Задавился Дыхание перехватило Не надо вешаться Куда-то Вот как лежишь Только захвати Вот так за койку И все А куда душа Они о душе Не говорят Я бы еще больше Сказал Я считал Это Судебная экспертиза В одном Доме инвалидов На крючке Которым Запирается Изнутри Один человек Встал на колени Надел там Что-то За крючок И повесился Утром Встали А он Повесился Проходит еще Время Опять Из другой Палаты Пришел Повесился 13 человек Повесилось На одном крючке Они верят Что ничего Не кончается Ничего не могут сделать Ну и тогда вызвали Там кто там Разбирается Психолог И они посоветовали Одно Вырвить этот крючок Нашелся верующий человек Говорит Это дьявол Дьявол Пристроил вам Они его выдрали Крючок Самоубийства Прекратились Так такое Это описывают Очень редко И люди Которые попали В безвыходное положение Парализованы Или что-то Они нуждаются В Господе Рассказать Как Господь Вращует нас Болезнями Незримые болезни Души Тут вот Корень-то в чем Душа и тело Так связаны Говорит Ян Златоус Что наказывая тело Мы вращуем душу Почему Родителям Поэтому даже если Хотя бы Одному человеку Послужит В пользу Этот фильм То уже Ну потому что Об этом Что-то Микрофон Это самое Реагирует Сейчас Да У вас У вас Это Микрофон Никакой там Не лежит Рядом С колонками Да что-то вроде нет У меня он здесь Высокие частоты Вам не слышно А нам слышно Нет Это хорошо Я маленько подальше Отодвинусь Даже вот так Так знаешь что Быстренько опусти Шторки Хотя бы немножко И включай там Два фонаря Чтобы видно было Включи Вот так Да и ладно Так Это хорошее дело Даже если Один человек Остановится На пути своем Задумается И уже все Оправдано Во славу Божию Да Ну Видите Опять же Такого Никто не делал Вот Сектанты Много делают Фильмов О том Как допустим Он там пил Или он наркоман Там был И он вдруг Увидел Он стал Он вошел Узнал Бога Ну тут Это дело Понятное Такое А как говорится Вот это шнур Найди где там Розетку И воткни От этого шнура Проведи по нему рукой Да Это так Утешение Для инвалидов Утешения Никаких нет Я вот захожу На форумы На сайты Инвалидов Они же Друг друга Не могут Ничем утешить Абсолютно Для них Они не находят Никакого утешения Из себя Ни в чем Ни в спорте Ни в чем Ну ты Спортом У тебя вырос Там бицепс У тебя там Трицепс Вырос Ну ты же опять же Ложишься спать С этим отчаянием Ложишься Что душа твоя Она неспокойна Воды окружили Как Давид говорит И не на чем встать И потоки Топят тебя А я надеюсь На Господа Да и знаю Как Серафим Саровский Говорил Стоит Любезное Пострадать Вот смотришь Жития святых Как они Бога Благодарили За все Что с ними Было Что их Бог избрал Апостол Павел Говорит Восполняю Недостаток Скорбей В теле Господнем Это еще Какая-то Тайна Есть такая Что определенное Количество Но я не знаю Какая единица Измерения Скорбей И она должна Быть в церкви Всеми Христианство Всегда была кровь Христиан А как вы думаете Возрождение Возможно Возможно Только через кровь В то же время Страшно И в то же время По другому нельзя Я знаю Что Остаток Спасется Но только Через Великие Страшные Страдания Представить То что Вы сказали Я конечно Постараюсь Там Ну не все Конечно Потому что Там наговорили На 9 минут Но это Да Ну вы это Выберете Там есть Из чего Выбирать Оно так и делается Всегда Я выберу Основное Постараюсь Как бы Самое громкое Такое Да То есть Я то насчитал То что Я считал Нужным А вы Как режиссер Он бывает Берет Берет А потом Оттуда Выкидывает И что то Оставляет Самое Еще посоветуется С кем то Это так Я же не настаиваю Я просто говорю Слово Божие Чтобы там Зазвучало И бывает Одна фраза Переломит Все У меня это было Я говорю Беседуем Сидим Он директор С сыновьями И он говорит И все Противоречит Ну вот Все приезжайте А потеряевки не было Ну это наша земля А уже ночь Вон костер Горит Я говорю Господня земля Что наполняет ее Он говорит Что сказали Я говорю Давид сказал В духе святом Господня земля Не ваша И все Что наполняет ее Он посидел Ну ладно Я поехал домой Сам за 12 километров Директор Больше ни одного слова Не сказал У меня было Не один раз Так Не один раз Я сейчас только Рассказывал Представь Я Не затрудню тебя Расскажу маленько Это поучительно Для тех Кто пойдет Срадать в вузы А нас арестовать Могут уже Завтра начать Ну вот Ночь-то я ночевал А утром Меня вызывают Ко мне относились Особо Потому что Меня арестовали Не по уголовной статье И не КГБ А МГБ Московское КГБ Дало указание этим А они-то Перед теми То уже на вытяжку У меня Видишь откуда было Я по очень Высокому статусу Шел Я говорю Тяжело А пришел Политработник Он был в то время Капитан Ульяновский Владимир Александрович Мы хорошие отношения Сохранили Он книги у меня брал Потом Я говорю Нельзя ли перевести Меня куда-нибудь Чтобы там не курили Он говорит Камер таких нету Курят Где поменьше людей Такое можно Даже довел У меня там 112-я камера Второй этаж Ну и все Завел Завел туда Пока никого нет Я зашел там Чисто так убрано Вижу Олимпийка висит Видно много мешочков Там разное у него К окну Чтобы это Не заквасилось И Консервные пустые банки У него лук растет Это вообще вещь не выдана Я подумал Это сын пупка Какого-то Начальника Им такие льготы Там дают Его нельзя вырвать Но ему создадут И меня туда посадили Жду Вечер Никого нету Уже Вечер Часов шесть Я думал Может он на допросе Но я не знал Что это А там сидел Директор Сивер Владимир Митрофанович Он во главе директоров Главный Рыбак Алтая Их шла целая Вереница Там первые секретари Райкомов Засыпили У него Космонавты Там Гречка Титов У него все там Околачивались К нему шли Рефрижераторы С Дальнего Востока Он все поднял Это деловой человек Он великий был бы в Америке Но что-то за ним Там нашли Где-то какие-то Наряды закрыло Дела не было Подземной работы Его арестовали И вон сейчас На суд вызвали А его и нету Он едет когда оттуда Сначала там В нулевку опускают Суда А потом уже Развор По камерам Ему говорят Тебя папа подсадили Папа подсадили А он не верующий Совсем Коммунист Но Я хочу сказать Вот когда там Будешь Ты не знаешь Что делать А я молился Он меня застал Молящимся А потом Пока его нет Удают чай Я стараюсь Фуфайкой Закрутить Чтобы ему Горящее было И он Все это запоминал И когда Меня освободили Я постарался Пойти в прокуратуру О нем Говорит Ему кажется 12 лет дали А просили 14 Понял что На него сильно Обозленный был Он никому не подчинялся Он все самостоятельно делал И вот теперь С женой его Ниной Ивановой Мы связались Ей в Москву Едет ходатайствовать Она Кому-то К Брежневу Что ли Там где-то Пробивалась Дали адреса Ее приняли Уложили А она Тоже не верующая Она до того Расположилась И вот теперь Когда она возвращается Ее положили в больницу И у ней Как Из реанимации Я Приехали Когда к ней Я говорю Расскажи Как Познакомились Там мы с тобой Как Я Говорит С тебя Пришла Говорит Открыл глаза У меня возле койки Что-то волосатое А я на коленях У нее стоял В реанимации И молился Она пришла в себя И она увидела У меня бороду А дальше Мы познакомимся Как Это вообще Что Бог Дальше Это будет делать Какое было Свидетельство Ей У ней Жизнь Другая Будет Понимаешь Там Когда я Заходил Знать не знал Но я должен был Так Ему нельзя было Достучаться А теперь Все это Открылось Такой человек И вот он Когда вернулся Рыбокомбинат Он из праха Восстанавливал Когда Сделал его Таким А теперь Без него Вот он опять Захерел И его все Пришли И уговаривают Он говорит Вот я сидел С таким человеком Игнатий Тихонович Звать Вот что бы он Сказал мне Счаст Посидел Говорит Он бы сказал Владимир Митрофанович Надо восстанавливать Страна должна Работать А он такой Был Везде Подбирал Заброшенные Земли Сеял что-то Два табуна Кажется Лошадей у него Было Он старался Всем работникам Чтобы были квартиры Он сам жил Но и давал Другим жить Вот что Я рассказываю Это действительность Настоящая Уже где-то И вот теперь Опять он работает Что-то там Не заладится Он опять А что бы он Мне сказал Рабочий А что бы он Сказал на меня Интересный Один случай Он рассказал У меня Со мной Говорит Сидел А один Говорит Мальчишка Там Несовершеннолетний Мы его посадили Дали по полной Катушке Для малолетки Десять лет Он голубятник был А другие Там его Обижали Ну он где-то работал И купил голубей Каких хотел А они у него Замок сломали Выкрали И съели голубей Но он Перетерпел Милиция не помогает Он снова достал Голубей И они опять У него украли Он тогда Денег накопил Пошел и купил Ружье И когда они Сидели у окна Смеялись Он двумя выстрелами Обоих братьев завалил А у него Пятнадцать лет Десять лет Выходит уже Двадцать пять У него Ни специальности Ничего нет И он Владимир Митропанович Говорит вот что бы Игнатий Тихонович Сказал Что с этим парнем делать Он бы сказал Прими его Научи его Дай ему специальность Жени его То есть Он все время Стал мерить В своей жизни Что бы я сказал Я этого не знал Это жена сказала После смерти И поэтому Тебя живого не будет Люди будут Припоминать Скажут А вот был такой Сергей Смотри Как болел И говорил Надо научиться Правильно болеть Это Великое искусство Искусство Не стонать Зряшно Где можно Обойтись Своими силами То есть Я имею ввиду Болезнь малая Какая-то Где-то Ну бывает Стонет Там уже Лекарства Ну поболей Маленько Еще не успеет Толкнуть Господь И уже начинаем Мы вокруг себя Целый хоровод Собирать Я говорю Еще болит Да вот чего Третий день Кашля Ну какая же Это болезнь Нога Рука Там где-то Переломлена Да это не болезнь Болезнь вот Лежит И поэтому Этот фильм Я считаю Нужен Если он будет Правильно составлен Правильно составлен Фильм Тогда будет Когда Возьмут за основу Сказанное В Библии Мы не ропщим Мы благодарим Бога за болезнь Написано за все Благодарите Вот это в корень Возьми и дави Как Ева благодарил А остальное Там посмотри Сколько можем Будет Отрежь Фильм конечно Будет необычный Я уже думаю Об этом Ну тише Я вот Они как бы Люди Ну Называют себя Верующими Но все Кто приходили Они там Две Два в общем Две они В общем Как они называются Это Корреспонденты Вот А он оператор Вот Ну они как бы Себя позиционируют Людьми верующими Ну как и все Вот верующие Вот Вроде и вопросы Задают грамотные Да Вот как бы Прямо с подходом С таким Вот Прямо Углубленные Такие вопросы Видите А начал вот О Царстве Божьем Поднялся Вопрос у нас Да Вот А в Царстве Божьем Вот как-то веры нет Вот И вот Знаете У меня прям сразу Руки опустили Ну как же Как же так А вроде бы Не вопросы такие у вас А в Царстве Божьем Не верите Как вот людям Вот научиться Правильно По Царству Божьем Как Как Преподнести его Можно Рядом с вами положить Понял Я сказал Вот когда Петр Михайлов Говорили Я потом сказал Мы бы друг друга Поняли прекрасно Если бы Если бы С него Сан сняли Обоих Нас арестовали Ватные брюки Налесоповал Вот там Мы говорили Он бы знал Никогда Не вернется К поповскому делу Он другой был А сейчас Он только Подлизывается Смотрит Что ему скажут А люди Которые выступают Ой Петр Сказал Хорошо Это твои прихожане Или такие же Отравленные Они ничего не знают И ты вот Людям не говори О Царстве Небесном Нормальный Совершенно Человек нормальный Наш Ты заговорил Ой Фанатик он дурной А я хотел спросить А вот когда я говорил Они же это все Слышали Ну слышали Они что-то Как Говорили что-то В ответ Или нет Скажет Ну что Они скажут Я им сразу Я как Ну я преподнес На люди На серебряном На золотом Я сказал Что Кураева Знаете Ну конечно Знаем Ну вот он Говорит Что он там Самый продуктивный Самый великий Проповедник В России Они Конечно Они будут вас Слушать Там Как это Так что Брат Поверь Господь сказал Слово мое Не возвратиться Счетным Зачем он его Послал И поэтому Что они услышали Теперь только молиться Это семя Может дать Росток Когда-то И сегодня Мы же семя Сеем в этот день Не ждем всходов И тем более плодов Вот я хочу Они меня Видите Они как бы Меня директором Этого фильма Сделали Что окончательное слово За мной будет Вот Я хочу В этот фильм Опять Я не знаю Как его преподнести Это царствие Божие Как его Как его Заявить Я скажу Как Вы просто Начинаете Скажите Вы верите Что в мире Все совершенно И вершиной Совершенности И является человек В лепоту Облещися Поем Так вот Десять клеток Нервных В человеке Выполняет Такую Химическую Работу Для которых Нужно Трехэтажное Здание Наполнено Этими Лампами Это Воробразить Даже нельзя Что В нас Есть Какие Мы Мудрого Творца Захватили В себя И скажу Вы верите Вы верите Бог Великий Часовщик Завел Часы Вселенной И время От времени Как Исаак Ньютон Говорил Подводит Пружину И идет С такой Точностью Вот говорят Изобрели Урановые Часы И они Дают Там Погрешность 0,2 Десятых Секунды За Две Тысячи Лет С чем Они Сравнили 0,2 Десятых Секунды Найти Где По звездам По Божьим Часам Я Разговаривал Я 30 Лет Работал На Поездах Считался На хорошем Счету И ни разу За всю Жизнь Точно Секунда В секунду Ни одного Поезда Не мог Привезти То не так Тормознул То еще Что Кто Это Делает Вы Согласитесь Вот с этим Что все-таки Бог Сотворил Это А для чего Сотворил Чтобы Счастье Растоптать Нет конечно Чтобы смерть Пришла И все Рохнуло И чтобы Лопух На могиле Вырос Нет Не так А для чего А вот Для того Чтобы получить Царство Небесное Иоанн Заттаус Говорит Вы С неверующими А вы верите Что Бог Справедливый Ну конечно Иначе К несправедливому Кто бы Обращался А вы верите Что каждому Зает по делам Его Мы этого не видим Но говорят так Значит вы видите Что здесь Злодей бывает До конца Живет Но не каждого Деда Осана Убивает Или Япончика Стреляет Он до конца Бывает Вор в законе И у него все есть Награбил и умер Наполнены жиром Его кости были Так Так А вывод какой А вывод такой Что на земле Справедливость Не торжествует Значит она Где-то в другом месте А где она Вот тебе и Царство небесное Это суд Божий Что на земле Есть несправедливость На это не надо Роптать А надо Благодарить Бога Что это самое Сильное свидетельство Что будет суд Божий Кавычки закрыты Я говорю Ян Златоус Вот как И скажи Всякая Маленькая Даже несправедливость Свидетельствует О том Что есть Царство небесное И где будет Все учтено Потому что Есть хозяин Великий Неподражаемый Неподкупный Бог Который Все поставит На место А где известно Второе Коринфянам 5.10 Всем нам надлежит Умереть Что получить Соответственно Тому что делал В теле Живя в теле Живя То есть тело Это избушка Хижина Которая разрушится А мы имеем Дом нерукотворенный Получить Соответственно Соответственно Тому что делал Живя в теле Доброе или худое И вот это Все Говорит о том Что есть Другая жизнь А другая жизнь Здесь Царство И ад И мы идем В царство С благодарностью Это самое Сильное доказательство Как допустим Евреям Как доказать Что они Совершили Великое Преступление Распев Христа А я на глазах Говорит просто Я спрашиваю евреев Вы книгу Судей считаете Конечно Это наша книга А вы верите Что когда Израиль Согрешал Кланялся идолам Бог их предавал В плен Ну конечно Там написано И восставлял Спасителей Во множественном числе То Гидион То Иефай И они Да А потом согрешали Опять Ну а было такое Чтобы больше Семидесяти лет Не было 430 лет Были они не Согрешения Были в Египте 70 лет Они там сделали Такие вот грехи Такое отступление было Наполнил Седеки Иерусалим Говорит От края до края Кровью И они были в плену Вернулись Да вернулись Теперь скажите Какой грех Вы могли сделать В первом веке Что в 71 году Веспасиан Император Римский Начал осаду Иерусалима А закончил Титцин его И вы развеяны Как ком земли Растоптанной И развеяны Веником по всему миру И четыре столетия Не можете собраться Какой вы грех сделали Идолам в это время Не поклонялись Пророков не было И вы их убивать не могли Какой грех Евреи молчат Это Ян Златоуст Так говорит Значит вы совершили Грех Который превышает Все грехи Какие делали Еврейский Бога избранный народ Вы распяли Не плотника Из Назарета А сына Божия Вот говорит Захватим его Когда он шел В виноградник И вывели застан И убили его Вот высшие доказательства Я с евреями говорил Они голову опускают Мы вплотную Упираемся В 53 главу Книгу пророка Исаии И доказательства Царства Небесного Что будет Это любая Несправедливость Какую мы видим Есть Божий суд На перстике Разбрата Кто писал Михаил Юрьевич Лермонтов Есть грозный судья Он ждет Он недоступен Звон у зла И мысли и дела Он знает наперед Тогда Напрасно Вы прибегнете К засловью Вот тогда И поэтому Вот такой вопрос Значит По Возьмем Апокалипсис Почему Вот Богословы Мало употребляют В своих Практиках О том Что Описал Иван И что Измерено Было Небесный Иерусалим Измерили Что он Как бы Его благолепие Как он выглядит Небесный Иерусалим Почему О нем Не говорят Так много Отвечаю Книга Откровения Принята Намного Позже Всех книг В Новый Завет То есть В церкви Не было откровения От Бога Она или не От Бога Не знали Но когда Ее приняли Она уже Не вошла В толкование Только у Андрея Кисарика Подокийского За столом Рабочим В храмах На нее На эту книгу Не проповедовали У Златоуста Нет ни одной ссылки Ни одной Его проповедь Златоуста По нашему Сказательному Это страниц 20 В общей сложности Я посчитал 33 минуты Примерно Он говорил 12 томов Сохранилось Только И нигде Ссылок На откровения Нет Вот Это все И Василия Великого И видимо Вот этой практики Придерживается По сегодняшний день Ну а Которые проповедуют Так правильно Они проповедуют Я как-то беседовал На такую тему С Александром Менем Я говорю Ну дали бы Слово То сказали Он говорит Хорошо Что не дают Такого бы Петуха дали А бывает Люди так Когда проповедуют Люди смотрят На него Ой Какой проповедник Чтобы никогда С капитр Не сходил А как сойдет С капитр И как живет Все только молятся Только бы никогда На капитр Не заходил То есть совершенно расходятся И жизнь И нет подтверждения А то что Сказал Иоанн Богослов Толкуется самой Библией Потому в других местах Мы это находим Иду приготовить Место вам Если бы не так У отца моего обителей Много То есть Вот и все Много Значит это большой город Мне сегодня Они заходят А как вы к книге Иноха относитесь Я говорю Даже апокрифом Называть сложно Это ересь Что ангелы 200 ангелов Сашисов Окуплялись с людьми Это немыслимо Это духи были Но с первой же страницы Ложь Ну и все Вот книга Илая Когда тоже спрашивают Как Я маленько сунулся И скорее отскочил Говорю от нее Я не люблю эти выдумки Я пропитан Истиной Господней Меня Господь Со всех сторон Осветил Светом любви своей Через святую Библию Понимаешь Вот в любом месте Надо всегда Затронуть Самую сердцевину Болезни Даны В настоящее время Для того Чтобы нам исправиться Кого я люблю Того наказываю Это особая любовь Божья Да какая это любовь Я лежу Ну сегодня так А завтра Ты осмотришь В вчерашние дни Посмотри Дорогой брат За плечами Ты уже 13 лет Ты в это время Прошел уже Минимум Два медицинских Университета Там по 6 лет Учат Ну тихо Ты смотря вперед Я допустим Назад Ты уже не оглядываюсь Я каждый день Смотрю только вперед Я в ожидании Опять же не любите Эти слова В этих мечтах Вот О встрече Вот О предвкушении Вот этого всего Что впереди будет А то что Там прошел Я не прошел Я как бы Матушка мне Рассказывает А я у меня даже Господь истирает Это все из памяти Что я там претерпел Что я там Болезни Какие у меня Какие боли У меня как бы Через месяц Я об этом и забываю Что там со мной было У меня как бы Этого и Проходит Это все Вот А я живу Вот как Она меня как на дурачка Смотрит Да о чем ты вообще Говоришь О чем ты Мечтаешь Мечты твои Это мне опять же Корреспондент И вот Позавчера опять С московского Журнала там Сергей Да нельзя Смерти говорить Ну что вы Вот в отчаяние Впадаете Вот А отчаяние У христиан Грех Не надо Вы не говорите О смерти Понимаете А мне так радостно Мне так хочется Найти Того с кем Вы о смерти Побеседовать Вот Ну я естественно Там ей цитаты Святых отцов И все такое Что о смерти Помни о смерти И есть смерть И во век Там не согрешившими Как Павел Апостол Говорил Желаю Разрешиться И быть Со Христом Вот Такие вещи О смерти Вот видите А люди Вот не приемлют Она мне Загадывает Давайте Встретимся Там Четвертого Мая Я говорю Да я Не знаю Я до завтра Не уверен Что доживу А вы мне там Четвертого Мая Да как мне доживете Вы обязаны Дожить Я говорю Ну я Обязан Я вообще В каком состоянии Нахожусь Тут здоровым Кирпичи На голову Падают А мне Чем Мне Я тут Боюсь И не проснусь Боюсь И часа Не проживу Вот А люди Не хотят Даже о смерти Никак Я на днях Посылал Всем Ну близким Друзьям И вам Стихотворение Которое у меня Написалось Когда я был В вузах В тюрьме Вы получали Если разрешишь Я маленько Прочту Оно мне Очень нравится Потому что Написано В страданиях Как я это Представлял Вот Вот послушай Маленько Потому что Никто Как автор Не прочитает Вот Смотри Ка Что будет Смерть Благо Для человека Эпиграфом Святой Иоанн Златоуст Бессмертен Только дух Подобие Творца Ничем И никогда Насытиться Не в силах Ученость Власть Все ссор Томление Суета Во всем Везде Всегда Провидится Могила Сосед Него Процесс Умолк Хвалебный Гимн И надписи На рельсах В смертельном Шоке Клан С лица Стирает Спесь Движение Косы И сдуло Эту плесень Как хорошо Что есть Еще на свете Смерть Злодей Злодействует Злодейски И бесстрашно Но снова Жезло Взмах И Камерная Дверь Прервет Кабаний Бег Здесь Смерть Его Уважит Преступник Каждый день Свой опыт Умудряет Украсть Убить Насиловать И всюду Умно Лгать Все ближе Место Свалки Для мусора И дряни Для всех Не человек А так Ползучий Гад За взяткой Взятку Брал Скуластый Прокурор Невинных Обрекал К мучительным Мытарством Но снова Смерть И жест И выстрелом В упор Лишился Жизни Сей И будущего Царства Как хорошо Что смерть Никак Не обойти Без карточки Визитной Стучится Вдруг Инфаркт Преступный Синдикат Ждет Главного В пути Тромбоз Вонзает Меч А труп Еще не стар Вот Мученик Повис На дыбе Над огнем Насаженный На кол Напротив Страждет Брат Как сладко Что есть смерть Надолго Мы уснем Нашедший Словно Клад Я буду Смерти Рад Тот В пролежнях Уже Он Сорок Лет Подряд Страдает Не ропща А Алмазный Дух Его Давно Он Безродни Ох Как Он Смерти Рад Он Смерти Ждет К Христу Тогда Взойдет Легко Святые Легко Легко А в чем застанет смерть, посланница от Бога, в чем душу исхитить случится, о, тогда по этим вот часам судить нас будут строго, невыразимый ужас и бедам всем беда. 4 апреля. 4 апреля 1986 года, тюрьма, Барнаул, Игнатий Лапкин. Ну как? Пережито? В каком духе, вы уже тогда думали, что уже все, конец. Да, да, я всегда работал, самый маленький когда был, маленький, пятилетний, у меня с сердцем было неладно, оно как бы переламывалось, такой вот выт, как будто вот так вот и дальше разламывается. Я останавливался, затаю дыхание уже, понимаете? То есть я как бы все время в присутствии смерти жил. И страх смерти, предстать на суд Божий, я все время держал. Даже вот моряком был, допустим, кораблекрушение, меня бы выбросил на небитаемый остров, и вдруг туда бы приплыла одна туземка какая-то. Женился бы я или нет? Нет, бы на дерево залез, гнездо же свил бы, как шимпанзе, но жить не стал. Мы не венчанные, я могу погибнуть. То есть у меня был все время страх Божий. А страх Божий – это представление смерти. То есть в этом и есть исполнение завета, помни день смерти, и вовек не согрешишь. То есть живи в ней вот в этом ощущении, что сегодня это может быть последним днем. И, Натич, вот такой вопрос еще есть. Значит, может ли христианин, взирая на человека, на нынешнего человека, не вчерашнего, не будущего человека, а сегодняшнего, дать ему какое-то, вынести ему какое-то заключение, суд какой-то над нем, можно сказать, произвести? Вот могу я сказать, что, глядя на него, вот на его жизнь, я вижу, что он не спасется. Не можем, но можем сказать, если не покаетесь, все так же погибнете. Это слова Иисуса Христа. Скажи, вот для вас, что сегодня вы услышали, это очень важный день. Вы счастливы, вы услышали о Христе, о Его голговской жертве, о пролитой крови за вас. Вы можете иметь спасение, но это самый несчастный день, если вы не покаетесь. И ты все время в вечности будешь говорить, я мог, я рядом стоял, я слышал, что я наделал. Этот день одновременно для тебя день переломный или день вечного мучения и сожаления и раскаяния. Сказать мы конкретно о человеке, он не спасется, не можем, нам это не дано. И сказать, что спасется, не можем. Написано, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Это во мраке. Я говорю с прицелом на вечность. Сказать нельзя, потому что это в человеке. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. У меня было такое, я выхожу на паперть в церкви, Покровский собор, а у меня падает и за ноги, меня хватает и плачет, у меня сапоги мои слезами омывают, как блудница. Я говорила на тебя, а кто сделал тебе такой, настоятель, настоятель благощины, наплевать да забыть, будем о нем молиться. Встань, больше этого не делай, еще тебе нужно помочь. Ну, опять же, по тому же крещению заявить, конечно, должны мы заявить, вы должны заявить в вашем духе, вы должны заявить об этом. Но опять же, настаивать, как вы говорите, я не спорю, мое дело заявить и все, а дальше, дальше там разбирайтесь. И я тоже говорю, что это сугубо личное дело, это в кого проникнет, тот и последует, а кого мимо пролетит, тому и оно, значит, и не до нового года. Вот я это услышал, что вот я почувствовал это, что не нужно, необходимо для меня это крещение. Вот, ну видите, ну, не многих это касается. Это люди протестуют против этого вопроса. Ну как мы, что мы будем им теперь молотками вдалбливать голову, что вам надо перекрещиваться? Мы заявили, что вот есть такая возможность. И все, и давайте на этом вот как-то. Сегодня только через контакт, а я там не бываю, там модератор, администратор, они ответы на мой форум перекидывают, я отвечаю. И окрещение, окрещение, окрещение. С разных городов. Ну почему они не хотят попы? Везде ходим, нигде, нигде. Ну они тогда говорят, ну видите, это чрезвычайные обстоятельства были, советская власть. Они говорят, ну почему баптисты-то всех крестили при советской власти-то? И крестили на озере, в реках. Ну почему? Они лгут до умопомращения, совершенно. Неверующие. Я вот верю, что они будут уничтожены. Да испепелена будет вся земля из-за них. Они лгут до умопомращения, совершенно. Ничего не... Они неверующие, поэтому все это варганят. Еще трудно, но хорошо, вы признали неправильно. Но с сегодняшнего дня начинать и крестить правильно. Сегодня уже купели. Патриарх говорил бесполезно. Иларион говорит бесполезно. Они разбойники, бандиты, как патриарх Алексей сказал. Патриарх Алексей II Ридингер. Кавычки открыты. Кавычки. Каких бандитов принимают в церковь? Запятая. Настоятель превращается в диктатора. Все чаще поступают жалобы на то, что от священников пахнет водкой и табаком. Нередки случаи, как мне известно, и ссоры между духовенством и приходскими советами за дележа собранного. Господь Христос предупреждает. Не можете служить Богу и мамоне. Невозможно соединить благоговейную тишину, молитвы и базар торговли. Официальная хроника Московской патриархии. Номер 2. 1993 год. Страница 18. Номер 1 до 3. 1994 год. Страница 34-38. И там патриарх говорит, крестите только в полное погружение. Где нету кахехизации, идите ищите в других храмах. И говорит, прошло полтора года на перхальном собрании. Полтора года. И меня словно не слышат 98% священников. Я что придумал-то с детства? Мне он друг здесь патриарх-то. Но ведь они не слушают. Спрашивается почему, а зачем? Вот я стою в городе Фрунзе. Зашел в крестильную. Бузмаков Сергей. Батюшка. Даже батюшкой боязно называть-то. А он ко мне хорошо относится. Ну, там было немного людей. Человека 32 крестить пришли. И вот пока он не подошел, в это время, которое прислуживало, она что-то успела сказать. И он подошел так. Все заплатили. Квиточки все мне сюда ложите. И он начинает. Он считает там 20-ю часть, что есть. Никто ничего не знает. Так, подходите. Он начинает мазать. Мажет. А сам разговаривает с другим. Мажет кофточку. Кофточку матери мажет. Не ребенка мажет-то. Он все попрал до конца. Все. И у него получилось, я посчитал, на каждого крещеного, у него получилось секунд по 40. Меньше минуты. Ну, что же непонятно, что это волчары дикие. Я подошел, когда последнего он отпустил, я подошел, он говорит, что, опоздал на меня? Я говорю, нет, я не опоздал. Вас, кажется, Борис звать? Борис его звать. А отец Борис. Я говорю, а что же вы так неправильно? Он вот так вот кулаком меня в бок, ну, шутеяно ударил, брось ты, поехали со мной в ресторан. Я написал это Варфоломею Ташкентскому относится, к архиепископу. А мой брат ездил туда за, что требовалось для храма. И он говорит, вот прислали мне письмо, это вы однофамильцы? Он говорит, нет, это мой старший брат. Это он сам написал. А я его в архиерею тут же встал и на окне, на подоконнике написал, и письмо сразу отправил. Я ему на каноны сослался. Как в архиереи отвечать будете за таких? Вам же отвечать. Он сам написал это. Скажи ему, что приехал. Я его сегодня же рукоположу. Меня. Ну, меня одному отдали там на учение. Отец Василий. Старый на пенсии-то. Ну, а на следующий день меня уже одели в стихарь, и я должен возносы делать. Он посмотрит, как я делаю это там. Какие? Ну, я не могу. Он говорит, ну, что громче? Я во всю головушку. Он говорит, больше не можешь. Нет, он меня жезлом тоже откнул. Вот так. Ну, ладно, сойдет. Три храма, любой даю. Будем рукополагаться. Ну, я говорю, подождите, побеседуем. К нему пришли, а я ему показываю книжечку о нашем уповании Дмитрия Дудко. Так его там это, разжаловали там другое. Я говорю, ну, вот у меня подарок. Он у меня как духовный отец. Он говорит, ты мне эту книгу отдай, я тебе Библию дам. Я говорю, во-первых, она подарена, а потом неравная будет. Библия этой книжке не нравится. Она небольшая форматом была. Вот. И когда я ему все рассказал, я говорю, я буду крестить только в полное погружение. Так и крестить, правильно, я давно за это. Ну, кто не готов и не хочет слушать, и я не буду. Как не будете? Он же пришел. Я говорю, не буду я крестить, пока он не верует во Христа. Да как же так? То есть кто пришел, им нельзя его выпустить. Его непременно надо помочить. И он тогда нашел выход. Знаешь, говорит, на тебе деньги, лети домой на самолете. И священников я найду, а на твое место никого Бог не найдет. Благовидное объяснение. Меня уже не один пытался рукополагать, но я заранее сказал, Владыка, я вам с первого дня вам подчиняться не буду в вопросе крещения. Не буду. Я буду выполнять обязанную литургию, высчитывать все буду, но я буду с людьми заниматься. Мне не хватит дня. Для меня нет места, но я знаю свою ячейку. Я занимаюсь с людьми. У меня есть время с вами на беседу. Православие растоптанное, раздавленное грязью, грязью смешано. Вы знаете, этот Невзоров уже собирает какие-то десятки тысяч залы, собирают люди, идут, служат пьюхо и аплодируют. Власновения нет. У отца Кирилла Сахарова, он меня там спрашивал, ну тоже все время спрашивает, ну вот вы находите общий язык там, буквально со всеми, с мусульманами, с буддистами, а с музычка, вот убили Сашка Биллый, вы бы нашли общий язык, я бы даже искать не стал. Он это я, до обращения. Это он я. И стал говорить, какая моя биография, один к одному с ним. Я думал только, как отомстить коммунистов за пороганную родину. А как бы с Невзоровым, с Невзоровым проще. Изберите людей, которые его ненавидят. По поручению патриарха Всеволод Щаплин, священников человека три, соберите. И заранее позвоните и скажите, Александр Глебович, желаем встретиться. А вы им дали указание, когда он будет, вставать и уходить. А они встали выше, и тут же в интернете все говорят, смотри, какая энергетика у Невзоров. Эти черные демоны-то как побежали от него. Я говорю ему, скажите, что мы по благословению Святейшего Патриарха все сделайте как по чину. Скажите. Мы пришли выслушать ваше обвинение против Православной Церкви. И мы все это запишем. И мы это поднимем на Синоде. Он говорит столько много важного, полезного. А что нет? Он бы высказал все. Может вам подготовиться надо, заранее созвониться. Вот как надо делать-то. Они никакие не работники, даже в административном плане. Это талант. Это талантливый человек русский. В семинарии учился. Но у него дед или отец, я не понял, тогда он садет, вроде был генерал КГБ. И он, пятилетний ребенок, видел, как сливает информацию, приходит настоятель монастырей. К нему пойти надо, и чтобы он со стороны сказал, враги нам лучшие друзья. Вот как надо было сделать-то. Как вот с этими, которые плясали там, пусть и рай-то. Я там молился, говорил, ни в коем разе нельзя, их руками трогать было. Вывели их, храм сразу же заперли на замок, и три месяца не заходить, и молиться около храма, с патриархом вместе. Молиться об них, молиться о себе. Вся Россия бы к вам обратилась, а их сразу посадить, всех отвратили от себя. Они неразумные, эти церковники, совершенно. Они у Бога не выпрашивают ответа. Их нельзя было прикасаться, сквернаться этим. Они не спрашивают совета. Ну, я говорю к тому, что сейчас философия, вот это взгляды Небзорова людям даже церковным, можно сказать, ну как церковным, людям, так сказать, православным. Это близко очень. Потому что оно православие, нынешнее православие, ну все, его уже нет. Ну, люди не верят, они ни во что такое, ни в Царствие Божие, ни в вечную жизнь они не верят. Они принимают вот это православие, свечки там, вербочки, вот это для них, как говорится, православие подходящее. А вот то, что о Царстве Божьем, ну все мертвое, все абсолютно мертвое. Как же, откуда ты чего воскреснет, потому что, ну люди, людей-то нет. Это надо сознаться, не просто так. А если не сознаться, не сказать, то ничего и нету. Ну, понимаешь, люди, если этого не знают, то это ничего уже, им это не докажешь. Надо говорить и делать. Вот как. Ну, как тут докажешь, если вот такие вот философы, вот такие вот, как Невзоров, они же, смотрите, доказывают, и причем они доказывают, вот, допустим, примерами эволюции, там, какой-то, примерами миллиардов, там, того, что с планеты и нашей Вселенной существуют миллиарды, там, триллиарды лет, все находит доказательства прямые этому. И посмотрите, это же они приносят какие-то артефакты, показывают, что противоречит полностью библейским Слову Божию. Вот, то есть, видите, сейчас оно все заточено на то, чтобы поправить все это. Даже, видите, они даже и говорят, что есть у этого создатель какой-то, какой-то высший разум, но это не Бог, конечно, не библейский Бог, но что-то такая, какая-то энергия. Вот, то есть, они попирают полностью православие и мысли о христианстве. Ну, свой, говорит, ты ум не отдашь, он самому нужен, но они не прислушиваются. Вот сейчас мне один звонил, говорит, открытая линия, Путин там отвечал, ну, на котель этого просто отвечал, там полтора миллиона, ну, что вы молчите-то, ну, вы хотели бы сказать, ну, что сказать-то. Я говорю, скажите ему, что ему нужны советники, я готов ему помочь. Я еще больше могу сказать. Ну, Игнатьевич, Путин под своим крылом хочет создать такую вот полномасштабную Россию, в которую входят все вот эти вот религии, можно сказать, там, буддизм, это самые традиционные религии, он не хочет никого обидеть, а тем самым, видите, они с патриархом создали вот такое у них как бы монополия такая, привести, вот, всех объединить и вот под этим экуменизмом, они, они участники и создатели экумены вот этой, вот, на попятную они не пойдут никак, потому что это идеология построения нынешнего государства, вот, на этом строится сегодняшняя Россия, поэтому Путин даже каким бы он ни был верующим, он не имеет права заявить о том, что православие это истинная религия, он не может этого сказать, Правильное рассуждение, так и есть, но выход-то все равно есть, оставить свое место, покаяться и спасти душу, это даже для него, а как там без Путина будет, были без него и дальше обойдется, мне иногда говорят, и батюшки, вот вас не будет, а что будет, как еще лучше пойдет, думали, как Стефана, убили, что будет, но никто не знал, что рядом стережет одежду человек, от которого содрогнется весь мир, и весь мир будет цитировать его слова, 14 посланий, а вот, а Стефана, может, ни одного бы не было, надо просто научиться видеть дальше, доверяться Богу. Вот они, те слова, когда услышите, что мир и благополучие постигнет их пагуба, вот это конкретно, я думаю, о России это будет сказано, в России как раз вот это благоденствие и начнется, и вот это процветание России, и вот как раз в этот момент, когда мы достигнем вот этого пика процветания, в этот момент вот придет и пагуба на нашу землю, вот тогда все и начнется, и конкретно вот это в России начнется, я вам почему-то так вот верю в это. Так вот, оно должно, предсказано есть даже. Я вот сейчас собираю опять же, людей вот, хочу, ну у нас есть земля тоже вот, под Воронежем все, я вроде как сватаю людям, знаете, ну люди боятся, люди боятся бросать свои насильные места в городах, вот, я говорю, ну все же, в деревне и все, и газ там, и вода у вас, и воздух, и все там чистое, все свежее, все экологически чистое, все свое. Вот люди настолько, они, как говорится, в своих квартирах, вот в этих коробках, они настолько адаптировались, что никаким образом невозможно их оттуда уже выдернуть. Дух, он, дух, он вроде как вот, внутри меня он беспокоит, он меня тревожит постоянно, вот, а мой духовник говорит, да ты успокойся, успокойся, занимайся собой, вот, а людей-то оставь, особо не тревожит, что, вот, как бы, больше себе он не дает, не дает. Что случится, в городе, то что будет? Это вообразить даже страшно. И, из Москвы пробка только 130 километров будет. Воды, воды нету, электричество только отключили. Верхние этажи, туалетные жижи, за все улицы, все будет завалено, не пройти жижи, там никакие, говорят, даже если заварить, и то не удержат, такой напор будет. Есть ничего негде, начнется убийство, и уже, которые будут, в деревню даже уедут, где-то там, ну, не свое место-то, и чтобы человек по 150 объединялись, ограда какая-то, и охраняли мужики уже дрекольем с оружием, друг от друга. Пожирание друг друга начнется. А сегодня говоришь, ну, ничего нет, удобно в городе, конечно, подошел там, молочка взял, деньги заплатил, а какое оно молоко-то даже сегодня-то? Вот сегодня мы едим, мы двое остались с Никитой-то. Он готовит-то, никогда не готовит. Я говорю, что найдешь дело? Он манную нашел туда, картошки накрошил. Я такого не ел еще, манка с картошкой. Ну, а молока-то нет. Ну, Игорь сегодня пришел, и пожертвовал нам две бутылки. Это я не брал. Ну, ладно уж, это поселенец новый как бы. И творог остался. Вот представь себе, мы, я вышел на улицу, и растет крапива, я порвал ее. Ревень растет, порвал. Чесноковка, это растет перо, которое, и там, это, щавель. Все это покрошил, соли маленькие, передавил толкушкой. Ни в одном ресторане этого не подадут. Ну, что-то они могут дать, а этого они не знают. И дальше, чистый, у нас облепиха мороженое, дальше облепиховое варенье. А мы даже ни за что не считаем. Как мы хорошо живем-то с тобой, брат. Хлеб, мне магазинный. Я муку даю одной сестре, а она 50% ей, мне, а потом мы заплатили за электроэнергию. Хлеб просто невозможно наесть, если у него кажется. Ничего и нет. Мы живем-то все, имеем, в то же время за всю зиму ни копейки, ну, не считаю там, за электроэнергию заплатили. Это Бог так делает. Я все сравниваю, в каком выгодном положении мы находимся. Вот батюшка, отец Аким съездил в епархию и пригласил епископа Сергия Московской Патриархии Иванникова на 17 мая, мая, в Потеряевке день деревни будет 24-й раз. И он дал согласие себе, говорит, кружком там отметил. Люди-то не понимают, там, вы еретикистик там-то там, ну, даже здесь-то, ну, маленько-то гляньте. Если архиерея раз за разом едет, не один, с секретарем, со священниками, теперь воскресную школу, чтобы мы разрешили им привезти туда. Это же не два ученика. Семинаристов набирает сколько? В прошлый раз, когда человек 12, и они с еретиками служат. И поминают патриарха, конечно, и Илариона, а потом епископа местного. Ну, люди не знают еще, вот злобятся. Вот у меня два человека, вот, ну, до того нападает, злобятся. Один священник, а другой мирянин. Видно, что никакой. Ну, не за что напасть, за комментарий, который я даю. А почему не закроете? Он священник. Я накаплю, когда наберется много материалов. Я его не трогаю, чтобы он в подлинный лик московской патриархии, как писал Глеб Якунин. Он не может ничего сказать, он просто лопается от злости. Да его из дома выпускать нельзя. А он людьми командует, он пытается учить, всякие слова подыскивает, меня задеть. Хотя мне до того интересно, а я и усиливаю молитву о нем. Да, а я как, я уже говорю, я уже откровенно с вами не могу говорить, потому что я уже чистоты, вот в этой чистоте я не смогу уже как бы с человеком общаться. Вот. Тут вот оно как бы это, вот это предательство, оно много за собой, вот этот вот обман, как вы говорите, вот эта чистота, вот она меня коснулась, чистота по лапке, ну то есть литр бензина там государственный сжег там. Он вопрос непосредственно задает тебе сейчас. Ты что понял? Ну я понял, конечно, то, что это государственный транспорт, я его использовал в скоростных целях что ли так? Ну какие-то скоростные цели, ну что-то это ж. Я не думаю ничего тут даже. Может быть, я в чем-то это самое не прав, но я не думаю, что если попутно заехал, вас подвез сюда и все. Я же не то, что специально там поехал, а я же по службе что я все равно еду, так что у меня машина такая техпомощь, она везде. Вот я сейчас жду звонка, позвонят, я поехал по городу, может на другой конец. Так, можешь отвечать еще, ну ответ просто, ну что тут сказать, ерунда, конечно, я думаю. Так, что она это скажет? Удовлетворена ты там? Я не знаю. Ты, значит, ты ждешь, звонка тебе домой должны позвонить. Домой должны, да? А, допустим, вот ты поехал, если в это время позвонили и кому-то надо техпомощь. У меня все решено, это вопрос. Это у меня не то, что я, допустим, в ущерб работе это я сделал. Нет, не в ущерб работе. Я в ущерб своего желудка сегодня приехал в 5 часов ужинать, когда я должен был обедать в 12 часов. А я даже мне не пришлось пообедать, я там сидел на работе сегодня, вот за механикой дежурил, все вроде бы. Допустим, если бы нас остановили, вот спрашивай, ты, техпомощь и спросили, а если куда везешь? Я знаю, я отвечаю за все это, но за данные конкретные по службе, которые ты должен выполнить. Я все знаю, все знаю, что отвечать мне. Можно мне еще сказать, да? Я только подумал одно, здесь такая хитрая, значит, пока я до дому не доехал, мне такая мысль не посещала ни от Бога, ни от кого не было, я сразу подумал, вот это еще раз подтвердилось лукавство. И лукавство, прямо, оно пропитало у тебя все поры на ум. Почему так? Значит, пока садились, пока нас до дома везли, все ладно, хорошо, а когда везли, а вот теперь ты отвечай перед совестью, перед Богом, перед инспектором, да и перед нами, ответь-ка. Но это, конечно, ты говоришь, может быть так, знаешь, что у тебя берет куплен, завтра ты уезжаешь. Теперь можно, говорит, дверью хлопнуть. Знаете что, друзья, давайте не будем лукавить. Вопрос, конечно, очень важный, и совесть должна быть чиста. А ты не читал ли апостола Павла? Это я сказал. Я не закончил предложение, я же тебя не перебивал. Апостол Павел говорит, есть ли такой, перечисляет пастух, который бы пас коров и не пил бы от молока, или есть ли такой там виноградарь, который насаждал бы, не ел от винограда. Ты слыхал такое? Это про что говорит? Про коров настоящих. А потом говорит, о валахе печется Бог. Вот мы пастухи. Нам положено только то, что положено. Начисляет трудодни и потом. Но не было дня, чтобы мы не пили молоко. И никогда, даже в сталинское жестокое время, не пришло на ум мысль, что я подхожу к доярке, литр наливают мне, как пастушенку, и два пастуха выпиваем по литре молока. Да это и безумие, не заграждая рта у вала молотящего. Каждый начальник пользуется служебной машиной сколько хочет. Тут у нас на работе маленький начальничек, но он коммунист. Он, нет машины, он пятитонный кран, гоните на обед, с обеда. На завтрак, вечером, это лично за ним. Здесь говорится попутно. Но самое главное, неискренность твоего рассуждения, что ты это говоришь, когда уже дело сделано, я с машины слез, дальше можно высморкать на двери эти, хлопнуть, и до свидания, браток. Почему тебя Бог раньше не посетил это, и ты там не сказал? Мы тебя свободно там оставили, чтобы совесть твоя не мучилась. И ты бы спокойно сейчас приехал еще там к двум. Это неискреннее рассуждение. Никому мы ущерба не сделали, а рассуждать нужно так. Ущерба мы не сделали? Нет. Бензин он не потратил лишний? Ну, попутно, какой лишний? Нет. А разве в государственных интересах, чтобы, допустим, я завтра выхожу на работу, не вовремя сегодня пришел, он, вот мы три человека, и завтра мы вышли с больными головами. Да вы интересны государства, чтобы вовремя пришли домой, мы приехали. Ни с какой стороны никому ущерба не было. Самое главное. Если бы я на этой машине, допустим, ну, украл бы что-нибудь, понимаешь, ну, что-то такое вот, понимаешь, ну, я бы действительно подумал, прежде чем делать на этой машине, допустим, что-то сделать такое, вот халтура там обычная. Уехал бы сейчас в Иваново и оттуда привез что-нибудь я бы полную машину. Вот это дело другое. Я бы тогда ехал бы, у меня бы совесть, потому что перед Богом мучил, не мучил, а инспектор-то я боялся бы точно, потому что попадешься, это тюрьма уже. Понимаешь, да я такое делаю. Вот и все. А ну, это я даже, ну, нисколько меня совесть-то не мучает, да я просто, ну, у меня время свободное, я свое время, то, что я вот вырвался, значит, я говорю, я поехал, я ждал вторая машина, пока пришла в гараж, когда только я на своей мог уехать уже, понимаешь, из гаража, так что, какой тут разум. Наоборот, он заслуживает, в данном случае, я не хочу сказать, похвалу. ты, ну, твое, какое-то такое, что ты хочешь, я не знаю, что ты хочешь, какое-то такое. Не скажет, не так, знаем, мы назовем его по фамилии, мы у него сейчас на квартире, и он рискует с собой, даже если так разбирать, он должен был что-то отвечать инспектору, но он легко бы ответил, но надо понимать, копейки он с нас не сделал, сделал доброе дело, а мы еще сейчас будем и на него этим мазутом лить. Что это? Ну, это, это не классная работа бывает. Ремонт, вот завтра вот я буду на ремонте, целый день машину другую делать, мне за это копейки не платят. Я сутки отработаю на машине, вот на щетке вот, что подметает, да, и машина сломалась, сменщик приходит, он на работу. У нас слесаря нету даже, все слесаря стоят наверху, все бухгалтера, слесаря, все прочее, там 60-70 человек слесарей, и все, значит, сидят там наверху, а слесарей в колонии нету. И я после суток работы зимой подметал, и я еще до вечера, до обеда машину делаю, вот она мать знает, что вот я пойду, значит, после суток, и опять на ремонт, и вот до вечера ремонт, пришел здесь, дома побыл вечер, одну ночь ночевал, и опять на сутки уже на работу. А оплата никакой нету нам. Даже это бесплатно делаю. Ой, что там. Теперь я. Когда я ехала на этой машине, меня совесть не голодала, ни капельки не мучила. То, что, ну, я считаю, что как, субботники бесплатные, все это, мы в государство, а в государство за это ничего. И если уж даже и бензина потратили на меня 60 копеек, то я считаю, что я свободна, не мучить совесть. Так. И потом, когда обвинили вот брата в Лукаске, я сначала усомнилась, поиск Лукаска. А потом вот посидела, подумала, и действительно Лукаска. Если человек принципиально, ну, такой принципиальный, честный, он должен во всех случаях. Мне кажется, надо было не этого брата обличать, а того, который ты предполагаешь, что устраивал за деньги дочку, того или что-то нечистое. Вот того нужно обличить. То лично в корыстных целях. Ни в религии, ни в семинарии, никуда она не устраивала. Это лично для себя, для Плоско. Вот там надо было обличить, а вы не обличились. А тут на дело Божье даже. Еще минутку, я переблюсь. Если бы сейчас потребовалось вас всех отвезти до Барнаула, я бы сейчас заправил бензин, сколько там влезло в эту машину, и попер бы до тех пор, пока бы не кончился этот бензин. И меня бы совесть нисколько не мучила. Вот такое. И судите мне, как хочется. Что тебе сегодня сказали, о каком браке? Он занимает руководящее место в Аптистской общине, в Тбилиси. Да и на работе, видать, хорошо. Ну, сытая жизнь. Видно, что с коврами и с полным корытом. И совесть их не мучает. Приезжает за взятки, в институт и устраивает. Это у них сплошь. Не только это здесь. Он не хуже других. Я его не сужу здесь. Я рассказываю, как это есть. А я взятка от 7 до 15 лет. И он сейчас дрожит, ему нужно, чтобы в это время молились. Но мы молились. Молились о том, чтобы, он говорит, чтобы было дело как по закону, по совести. Но я по закону так, чтобы высшую меру не давали, а 7 лет-то дали. Я могу только об этом молиться. Потому что это государственный, безбожный закон, гласит уголовное дело. Вот тут его схватить за руку, у нас ни силы, ни смелости не хватает. Ты не сказал, когда он был здесь. Я бы ему сказал. Это последняя с тобой встреча. Я с преступниками, знаете, вообще не желаю. Это явное преступление. Ты видел, что они бросали, когда там стекла в вокзале долбили. То я прошел к начальнику вокзала, к начальнику дороги, к начальнику милиции, к начальнику Бахаэц. Ну, добрых 15 кабинетов обошел. Они бросают сверху стекло, целые-то филе, чтобы новыми застекли. Что же вы делаете? А потом показывает на Лейна, говорю, он так разве учил обращаться с хозяйством? Нет. А я говорю, выходит, что вы из людей все вытравили. Доброе. Ты говорю, 60 лет не зря у вас пошло. А она говорит, да, не зря. А я говорю, хозяина на вас нету. Она говорит, да бога высоко, да царя далеко. Я говорю, да помашь, где-то он совсем рядом, царь тут. Вот это все по лукавству, тут, может, какие-то другие еще говорить где-то. Значит, совесть нас судила. Меня совесть судила даже за тех мужиков. Не думаю, что совесть нас спит. Может, где-то я ее обижаю, этого не чувствую. Потом утром вот вышли мы. Ты знаешь, наши какие законы. Ну, у нас свои законы есть, такие ежедневные, допустим. Вот в избе утром встаете, не хлопайте дверью, за щелками не щелкайте. Люди спят. Нас хорошо принимают хозяева здесь. Ну, в конечном счете, надо понимать, что мы иной раз заезжаем с пятером, с шестером. Сегодня принимают, завтра. Вот и заходят сейчас, здоровый дядя, щелк, щелк, а хозяин там спит. Я говорю, ты что, сегодня решил выезжать уже? Все равно дверью хлопать можно. А нам хочется еще разок сюда заехать, чтобы нас принимали по-прежнему. Так я... Ну, против меня, может, имеете что-нибудь, что я обличаю? Ничего, ничего. Все хорошо. Ну, литр, три литра бензина там, государственного. Да кто там, когда в 80-е годы за этим смотрел, за этим бензином? Вот. А оказалось-то, это вином Ньютона. Это же все. В этом все заключается. Весь человек, весь внутренний человек в этом заключается. Если ты в этом неправильно поступаешь, то ты и дальше разовьешь себе до невозможности просто это лует ложь. Вот. И как бы тоже, я с Александром Андрусенко бы тоже с ним сошлись, вот это мнение. Если человек вот в малом уже увидел, человека в малом, допустим, он, вот это или предательство, или какое-то, то все, уже с ним надо просто заканчивать все отношения и просто не доверять такому человеку. Он уже не христианин. Он, если упирает вот эти обеты, какие-то обещания даже человеку, ну, его уже христианином нельзя. Надо иметь страх Божий. Тогда мы будем другими. Тут сильно помогает памятование, если память есть о себе. И надо записывать, виси дневник. Вот как бороться с этим? Дневник виси. И записывать. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Постоянно. Ну, а ты же можешь забыть, какое место считал Писание, как его сравнить, как оно к тебе относилось. А спроси, они даже этого не знают. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Поступая так, вот так, спасешь себя, да и слушающих тебя. А если ни того, ни другого нет, ты не сам не спасаешься, ни других. Как на тебя смотреть? Все серьезнее намного. Не потому, что я христианин, мне все позволено. Главное, я небесное ищу. Какое небесное, когда в малом ты не верен? Кто больше тебе доверит? Так воображение свое. Ирина Тища, а у вас нет подборки, вот сейчас, опять же, особенно с женщинами, там вот касаясь одежды, там юбок, там косынок, вот я часто упираюсь, видите, их, как и сатанат, научает, что Богу не важно, там внешнее, а вот внутреннее важно. У вас нет такой подборки внешней и внутренней? Я вам за то, что вы объясняете, жена-то пела, жена должна быть покрыта, одна, один стиль, больше нет ничего. Должна быть покрыта, все до одной, в городе идут, сто процентов раскрытые. Сидят депутаты какие-то, собрания, совещания, перед священниками, все раскрытые. Это, а что это означает? Это означает, они не молятся, они не верующие, верующие никогда не будет. А мусульмане в платках, это означает, они молятся. Правильно или неправильно, вопрос другой. Это знак восходит до ангелов, для ангелов Златоуст говорит. Тут какую подборку давать? Тут Евангелие, это послание Павла Коринфянам? Это понятно, но тут вопрос немного шире. Я вот говорю о внешнем и внутреннем человеке. Есть у отцов вообще о внешнем, важно ли внешнее соблюдение? Это внешнее, от избытка, сердца, все из сердца, злые помыслы, помыслы какие, одеть брюки мужские. Господь сказал, это от сердца, а не то, что подборки какие-то. Их нет таких. Вот допустим, о ненависти я могу подборку сделать, о зависти могу, а это нет, оно в одном месте. Но у пророка Исаии об этом говорится, у одного только пророка. И он зато ус это объясняет. Вот я сейчас даже покажу пророка Исаии. Вот. Так, что я открыл-то? Стал Господь. Вот, третья глава, 16 стиха. И сказал Господь, пророка Исаии, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступь и гремят цепочками на ногах. А галит Господь теме дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. То есть подолы поднимет их. А трусов-то не носили тогда. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, и опахала у вяслой запястья и пояса и сосудцы с духами, и привески волшебные, персни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, платки и кошельки, светлые тонкие польщи и повязки и покрывала. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкие польщи узкое в речище, и вместо красоты климо. Вот это место Иоанн Златоуст подробно объясняет. Больше ничего нет. Есть такие образные, допустим, сестру звали ее Наиме. Наима означает красивая. И отсюда делает вывод, что имя дано было. Ну, имя-то дано было не в возрасте. Я считаю, это можно и не брать. Вот, допустим, вот, из города Наина выносили процессия мертвого сына, вдовы Наинской. А Наина означает красивый. Это как город Грозный, а этот красивый переводится. И дальше это место Иоанн Златоуст начинает объяснять. Но это все уже он расширяет, как этот Александр Мень, вот какая была погода, как Авраам шел, какие горы, под ногами там галька. Он расширить это можно. Но суть то, что он простился с родными и близкими. Это было так нелегко. Потому что, да, а у кого говорили? Да, да. У кого говорится, что тело храм духа? Апостол Павел говорит? Вот. Конечно. Ну да, вот тут это сравнение. Это как раз от избытка сердца, говорят, уста. От избытка сердца, говорят, уста. Это храм вы и есть. Он об этом апостол Павел даже не однажды говорит. Вот мы считаем 1 Коринстам 6.19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. И вы не свои. И вы бы куплен дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Ну как прославлять, когда все мирское? От избытка сердца, это одежда от избытка и все остальное. Как прилично в доме. Видите, а вы говорите, подбор можно сделать и по отцам можно, и по Ивановичам. Это все упирается в этот один стих. Они объясняют его только, расширяют. Там, допустим, я говорю, как должны одеваться. Написано так, вот смотри. Я прочитаю сейчас. Жены. Так. 1 Тимофея 2.9. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как приличным женам, посвящающим себя благочестию. Ну а дальше же надо учиться безмолвью. Вот и все. Но это много можно взять которые объясняют. Но объяснение упирается опять же в эти стихи. Дальше. Титу 2.3. Чтобы та же старица одевались приличным святым. Я сказал, ну это о старицах говорится. Ну то есть они начинают за каждое слово цепляться. Вот так. Так что... А вот женщины женщины чедородием спасаются опять же. Ну не абортами. Чедородие означает ведет на небо. А то у нас тут она есть, у нее 9 кажется ребятишек. Ну эти девки-то выросли какие они? Уличные. Б. А сыновей кажется семеро. Все до одного в тюрьме сидят. Чего она спасается-то? Она из одних детей в ад пойдет. Она неверующая пьет, курит. Такие дети выросли. Тут если говорится, то в другом месте. Говорится вот я и дом мы будем служить Господу. Или вот я и дети которых дал мне Господь. Их надо соединять в стихи. Нельзя на один стих вырвать и дальше. Блажены нищие духом их и царство небесное. Не о вере не говорится. Боже и неверующим. Главное, что нищие духом. Не надо быть милостивым. Главное, нищие духом. Так же нельзя. В другом месте надо в совокупности все брать. А одежда это все от внутреннего человека идет. Средливости соломудрия написано. Апостол Петр об этом говорит. Как жены себя украшали. Ну, эта подборка она в одном стихе опять же. Ее разъясняют только шире. Я думаю, это нет. Не даст. У меня это было. Я брал из канонов. У меня такая где-то была подборка раньше. Я говорил. Из святых отцов. Но они ничего этого не видят. Ну, это сказал кто-то. Я священнику говорю, вот Златоуст сказал. Да мало что-то Златоуст сказал. Я говорю, Серафим Саровский, а что вы на него ссылаетесь? Это батюшка мне говорит. К мощам идет, а слова его не слышат. Да не, а какой платок, как надевать. Закрыты волосы должны быть. А как не написано? Волосы должны быть закрыты полностью. Вот у нас так и есть. Это повойник первый надевается, а тогда уже здесь под булавку и все. Красиво, да, красиво. У нас как-то приехал председатель библейского общества Новсибирское. Ну и с американскими там, которые приехали к ним, тут помогали. Какие у вас женщины красивые? Я говорю, это платки красивые. А наши высшие сестры на остановке а там бабки стоят и в штанах. Ну что она стоит теперь ноги такие, сама такая. Ой, как вы красиво одеты, а с нами что сделали? На кого мы похожи, как пугало огородное? Ну молодая там стоит, она еще телам своими там выпуклостями берет. для кого? Для всяких разных. Верующий, то он глаза смущенно опустит. Я вот сегодня вспоминал, как мы ходили с Самирой Тагеевой в Баку, азербайджанка. Как мы с ней ходили? Это вообще, это, я не знаю, есть у них такие еще мусульмане или нет. Вот представь себе, мы едем и идем там, ее встретили там, они ее знают. Это что, ваш муж на меня? Она говорит, нет, это отец мой приехал, это учитель приехал ко мне. Вот, едем, а там на парапете сидят там мусульмане, ну ребятишки там лет 18, не меньше. Мы только шага два прошли, она остановилась, отец Игнатий, скажите им о Боге. Ну понимаешь, нет, вот зашли мыться в душевую, а у них я зашел, а там ванны нету, я вышел, говорю, а там ванны нету, она говорит, у нас без ванны, у них пол так весь собирается, посередке отверстие и душ, и туда все стекает. И вот она зашла, видимо, греет бойлером-то, она зашла, вот так вот прям плесела, ой, кому скажу, не поверят, господи, кто приехал-то ко мне, отец мой приехал, а, как я благодарна Богу, гляжу, она уже на кухне, лбом уткнулась в землю, опять молится Богу. Господи, понимаешь, нет, не может. Самир, Самир это пример, конечно, и мусульманам, и христианам. Она, когда мы из мечети вышли, она говорит, а сейчас я пойду в храм, православный храм, и пошли вместе в храм. Она с детьми своими, там, псалтырь считает, какими-то студентами, что экскурсию в храм, православный монастырь. Это удивительный человек, и главное, какая грамота, на четырех языках разговаривает, что она там знает, и с консерваторию кончила, когда она играла-то. Я рядышком маленький, покажись хоть. Вопросы задавали тебе, что про республики Советского Союза-то как? Сколько государств ходило в СССР? А то ему надо для того, чтобы быть гражданином. Не СССР, нету. Второй вопрос, какой про царя спрашивали-то? Ну, кто был последним царем-то России? Там, Александр Грозный, или Николай II? Но главное, что это, чтобы получить гражданство, и какие вопросы-то задают. А я в Америке был, когда там щеканасы эти бразильцы, аргентинцы приезжают, когда для них школа изучения языка. Я на уроке был, и меня тоже спрашивали, как иностранец. Таджики спрашивали, а я откуда, из Узбекистана или из Таджикистана? А я отвечаю, да я с Украины. Но я молчу, сижу с бородой, они, может, думают, мало ли что я... А тебе что сказали, что ты худой там с бородой? Ну, это уже на медовследовании, когда я ходил. Женщина, что ты с бородой какой-то? Вот на фотографии без бороды, а я там молодой совсем на фотографии еще, мне даже не росло еще. Ну, лет пять фотографий, я тогда еще у меня почти там ничего не было. А у тебя какой рост? Метр восемьдесят, там, что-то, три, может, четыре. А вес какой? Около семидесяти, у меня семьдесят два где-то так. То есть он меньше, ну, то есть нормальный у него. Так они сказали, худой, говорит. Ну, откормим. Ну, я просто стою рано с Инатием Тихиновичем с непривычки, у меня организм перестраивается еще. Ну, он перестраивается у меня. Еще работаю на стройке с братьями. Он у Игоря брата гараж строит. Я говорю, приобретай камешинскую специальность, а там деньги большие будут. Надо специальность такую, чтобы, ну, конечно, самая важная специальность, это барабаша, сельское хозяйство. Второе, текстильная промышленность содержит. Третье, строительство. А остальные, 120-е, с чашкой вырезанной, стоят и ждут, что дадут. Я в автобусе еду, в метро, стараюсь не садиться, только сажусь, сразу начинаю засыпать. Это что не делаешь? Он не спит, а вкушает сон. Это он входит в наш ритм, в нашу жизнь. У вас есть еще запись, там, в 80-е годы, где вы там наставляете брать этих своих, что, это сам, каким должен быть христианин бледным, что у него должен вид бледного, бледный быть. Вот, и такой вот, и сел, говорит, сел там, в трамвай, сел, пять минут раз, прикорнул, там пять минут прикорнул, там пять минут прикорнул. И так в течение дня набирается там у тебя... Свидетельствуешь, сразу столько энергии, побежал куда-то, а так сразу засыпаешь потом. Ну, то есть, свидетельствовать надо о Христе, с Евангелием, это очень заряжает так, духовно, да? Этот выставик про Путина сделали Путин, ну, пусть даже, пусть он даже, ну, не назовем его православным, пускай даже не православным, но как трудится человек его со стороны, вот люди даже называют, как он заявил о себе, как раб на галерах. А он действительно, он бывает с утра до утра не спит, или с ночи до ночи, вот, в трудах, вот, находится, вот, стремление человека. Главное, вот, увидеть цель какую-то, вот, и достижение это. А достижение уже не важно, сколько ты там дней не спишь. Важно, вот, как бы, загореться чем-то. А и сон там уже на второй уровень отходит совершенно. Вот, а мы горим-то чем? Мы и горим Царствием Божиим. У нас вот этот вот пожар, который в нем, нас и не должен потухать. Какой там сон, какая там жалость к себе, если мы хотим, вон, в институт-то они сидят днями, ночами, не спят над этими, над учебниками, карпеют, зубрят, грызут эти учебники, день и ночь, не спят. Вот, так они всего лишь хотят поступить в университет там, а нам, мы хотим в Царствие Божие поступить. Чего же мы тут, это, когда нам спать? Ну, все, брат, выключай. С Богом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.